Привет, с вами Коля Элл и сегодня я расскажу вам о своих первых впечатлениях от Murderous Pursuits. Это многопользовательский социальный PvP Stealth, который создавали как духовного наследника The Ship. Собственно, авторы из студии Blazing Griffin купили когда-то права на The Ship и выпустили ее ремастер, который, к сожалению, своей аудитории так и не нашел. Здесь все примерно то же самое. На борту путешествующего во времени летучего корабля заперты восемь игроков, которые должны, ну, сыграть в игру, если вы понимаете о чем я. Дисклеймер. Ключ мы получили от разработчиков, так что учитывайте это в случае чего. Игровую индустрию часто обвиняют в отсутствии новых идей, потаканий трендом и прочих грехах. Анонсировали очередной Battle Royale, тысячи недовольных в интернете, но десятки тысяч игроков в игре. Valve делает что-то про карты? Да как они смеют? Почему не Portal 3? Я вас уверяю, в артефакт будут играть миллионы людей. А вот игры вроде Murderous Pursuits будут прозябать на задворках, потому что новые идеи вам, годом, на самом деле не нужны. Да и старые не нужны, если посмотреть на ту же Quake Champions. Ну, ладно, это я что-то не в ту сторону начал вести разговор уже. Давайте об игре, которая у вас на экране. Такой мультиплеер встречается не часто, а жаль. Небольшие, но запутанные и заполненные NPC уровни очень располагают к веселой неразберихе. Попытались атаковать цель, но выбрали не того, получите штраф и всеобщее порицание, ну и новую цель. Убили свою добычу в темном уголке, да еще и поглумились над трупом? Дополнительные очки. Главное, не попасться страже, которая хоть и посапывает частенько, но глядит далеко. Выглядит все это примерно вот так. Дредственно плохое, я знаю, но что можно сделать? А, да! На самом деле и игра, и ее правила достаточно простые. Центральная механика здесь называется виньет. Ваш персонаж теряет уровни виньет постоянно, пока не пытается слиться с толпой в заранее обозначенных местах и теряет их еще быстрее, пока бегает или быстро ходит. Постоянный менеджмент этой штуки очень важен, потому что при падении виньет до нуля, ваша цель видит над вами красный череп, а ваши охотники зеленую мишень. Короче, вы не хотите палиться вообще. Для этого придется постоянно шифроваться по углам, рассматривать картины, играть с NPC в карты, ну, как подобает пассажиру викторианского корабля, который путешествует во времени. Каждый матч длится или несколько минут, или до набора первым в рейтинге игроком определенного количества очков. Очки начисляют хитро. Идеальный вариант убийства и состояние виньет, ну, то есть до того, как вас раскрыли. Кроме того, нужно использовать разные виды оружия, разбросанные по уровню, ну и еще вознаграждают серии убийств без арестов и смертей по дороге. Усложняют все способности игроков, которых в игре 5, но использовать в каждом конкретном матче вам дадут только 2 на выбор. Выбор очень трудный. Я, например, слабо представляю себе поиск целей без обилки, которая раз в минуту помогает точно выявить их на близком расстоянии. Ну, а опытные игроки могут взять способность, которая никак сама по себе не помогает избежать смерти или найти добычу. Таунт, который используется сразу после успешного убийства и добавляет очков. Еще есть сверхполезный каунтер, который на несколько секунд делает вас неуязвимым и сбрасывает с вас метку в случае неудачного покушения. И маскировка, которая мгновенно дает 5 уровней виньет и меняет облик персонажа. Пятая способность, пока мне кажется довольно бесполезной. Это оглушающая всех вблизи на пару секунд хлопушка со слишком длинной анимацией. Если бы она тоже сбрасывала цель, ей бы не было цены, а так она просто ненадолго откладывает неминуемое. Ну, может я как-то не так ее использовал. Сами персонажи, кстати, ни на что не влияют. Все они передвигаются с одинаковой скоростью и имеют одинаковый набор инструментов. Косметика DLC, кстати, да, тут есть DLC, это как-то смущает. Влияют только на их внешний вид. Никаких лутбоксов, слава богу, не завезли. Вы открываете за заработанные очки опыта то, что хотите. Вот карт, на мой взгляд, в игре маловато. Всего 4 и просторными их не назовешь, хоть и выглядят замечательно. Как и вся игра в целом. Думаю, если играть в одиночку, они наскучат уже через часов 5-6. К сожалению, у Murderous Pursuits, как и у большинства мультиплеерных инди, огромная проблема с онлайном. Рекордное число одновременно играющих пользователей с релиза 150 человек. А сегодня на момент записи около 60 было. Для подобной игры звучит как смертный приговор. И думаю, через несколько месяцев, если никакого чуда не произойдет, оно вряд ли произойдет. Играть будет почти не с кем. Особенно во всяких экзотических часовых поясах. Еще один минус этой ситуации – высокий порог хождения. Оставшиеся в игре хардкорщики, если такие найдутся, будут безжалостно вырезать новичков, которые только осваиваются. Ну и те, конечно же, долго в игре не продержатся. Мне правда очень жаль. Мне хочется быть оптимистом и все такое. Мне хочется, чтобы все игры находили свою аудиторию. Но я слишком много раз видел, как мультиплеерные инди просто дохнут через неделю после старта. Что уж говорить, если даже у Клиффи Би и Лоу Брейкерс вышло довести неделю онлайн до 5 человек меньше, чем нужно для матча. Ну, хорошо, что в Murderous Pursuits есть боты, которые заполняют собой пустые места. Можно на все это смотреть и с другой стороны. Если у вас есть крепкая группа друзей, которые обожают, что называется, fuck around во всяких забавных мультиплеерных штуках, то Murderous Pursuits – то, что нужно. Игра позволяет запустить свой приватный сервер, тонко настроить правила, установить пароль, чтобы в матч попали только те, с кем вы хотите устроить вечеринку, ну и развлекаться. Как долго Блейдинг Гриффин удастся продержать серверы включенными? Ух, я прогнозировать не берусь, но если предположить, что полгода-год у нас есть, то не очень-то высокая цена в 435 рублей за эту игру – далеко не самое глупое вложение денег. Приходите с друзьями и получайте фан! И если вам понравилось это видео, ставьте лайк, и если не понравилось, ставьте дизлайк, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал и читайте нас в твиттере. Ну и если хотите поддержать GameClub and Pub материально, для этого есть Patreon, ссылка в описании и на экране. Мы будем очень благодарны, а тем, кто нас уже поддерживает, огромное отдельное спасибо. Играйте только в хорошие игры. До встречи!